МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канал Россия-1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Здравствуйте. И вначале главные темы. Двойной обман. Решив незаконно обналичить материнский капитал, женщина не получила ни копейки. Сомнительный напиток в пакетиках. Полицейские изъяли крупную партию растворимого кофе 3 в 1. Современная столица. Какие перспективы открывает для Абакана реконструкция улицы Некрасова? Тема строительства в Сайнагорске дома ветеранов, которую мы обозначили накануне, сегодня получила продолжение. На заседании правительства Виктор Зимин буквально устроил разнос нескольким министерствам. Однако были и позитивные моменты. Глава республики подвел итоги прошедшего дня победы. Обо всем по порядку. Константин Кравцов. Минрегион и Министерство финансов сегодня получили серьезные порицания от республиканского главы. Виктор Зимин еще в 2011 году дал поручение достроить в Сайнагорске дом ветеранов, который должен стать межрайонным центром. Однако спустя два года ВОЗ и ныне там. Завершение строительства постоянно сдвигается. Хотя было четкое поручение решить вопрос с финансированием и со сроками. Мы обещали. Обещали же. Должны выполнить. Сегодня финансисты сообщили, что часть денег удалось собрать на строительство. В любом случае подождать с новосельем ветеранам все же придется до следующего года. Столь сжатый срок уже больше походит не на поручение, а на требования главы. И еще, что касается стройки. Непонятно почему затягиваются сроки ремонта единственной дороги в Таштыбском районе. Участок в 22 километра. Челоны Кирова-Харачул. Вместо решения вопроса все дружно занялись перепиской. Уже почти год прошел. А люди как были, так и остались практически в изоляции. К осени Виктор Зимин ждет от профильных министров новую дорогу. Впрочем, был щедр глава и на презенты. Более полусотни человек, руководители районов, работники коммерческих и государственных организаций получили благодарности за помощь в организации празднования 9 мая. В числе отмеченных и коллектив ГТРК «Хакасия». В этом году компания впервые организовала с правительством прямую трансляцию парада. Особое спасибо хотел сказать бы своим коллегам. Все-таки присутствие в федеральном эфире серьезно обязывает. И мои коллеги, я имею в виду не только своих сотрудников, но и всех, кто участвовал в организации прямой трансляции. Огромное спасибо. Они со своей задачей справились. К слову, уже сейчас начата подготовка к проведению празднования Дня Победы в 2014 году. И, судя по успешному опыту, прямой трансляции быть. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести «Хакасия». Сотрудники полиции Абакана изъяли полтонны кофе «Три в одном» с признаками подделки. К правоохранителям обратился представитель компании «МакКофе». По его мнению, кофейный напиток, который продает одна из оптовых фирм в «Хакасии», контрафактный. По словам заявителя, упаковка кофе отличается от оригинала по цвету. На отрывной ленте есть неровности, а срок годности указан не сбоку на шве пачки, как обычно, а снизу. Полицейские изъяли около 24 тысяч известного кофейного напитка на сумму 140 тысяч рублей. Добавим, что в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о закрытии подпольных цехов по производству кофе «Три в одном». Судьба изъятой партии будет решена после того, как свое заключение дадут эксперты. В настоящее время проверкой растворимого кофейного напитка займутся эксперты. Им предстоит выяснить, контрафактный это кофе, либо же настоящий. И если он окажется контрафактным, правоохранители уже будут выяснять, где и в каких условиях изготавливался напиток, продаваемый потом под известным брендом. Предложения обналичить материнский капитал все чаще появляются в «Хакасии». В республике работают целые кооперативы, которые помогают реализовать обманные схемы. Эту информацию официально подтверждает пенсионный фонд. Правда, вывести мошенников на чистую воду сложно. Для этого нужны заявления пострадавших. Но в большинстве случаев клиенты молчат. Ведь часть суммы они все-таки получают на руки. Однако иногда система дает сбой, и тогда деньги уже не вернуть. Один из таких примеров в материале Елены Крыловой. Ирина живет в бараке и ждет шестого ребенка. Буквально полгода назад она была держателем материнского капитала. Сейчас государственных денег на ее счете больше нет. Зато она владелец дома в деревне Суботина Шушенского района. Правда, его она не видела и даже адреса не знает. Помогли приобрести недвижимость специалисты из Абакана. Они взяли сертификат, купили дом, обещали продать и отдать наличные. Себе просили 40 тысяч за услугу. Когда они меня привезли в эту контору, я тоже говорю, а это, говорю, ну, не, не, сейчас, говорит, уже закон такой, меня как бы, она это, это все, говорит, у нас по закону. Номер телефона кооператива дали те, кто уже воспользовался услугой, остался доволен, хватило одного звонка. Ирину пригласили со всеми документами в Абакан. Встретили на автовокзале, на личном автомобиле, возили куда нужно. Впрочем, клиентам здесь и сейчас рады. Мне ваш номер телефона дали, сказали, что вот с материнским капиталом вы работаете, я наличить хочу. Ну, мы работаем с капиталом, да? И вы как бы пока не будете подъедете, я вам все расскажу. А скажите, вот деньги получу наличные, да? Наличные получаете через 5 рабочих дней после регистрации. Клиентам деньги кооператив отдавал действительно быстро, и все молчали. А вот в этом конкретном случае продажа затянулась. В пенсионном фонде пояснили, они уже ловили мошенников, которые несколько раз перепродавали один и тот же дом в деревне Суботина. Возможно, тот самый. Женщине необходимо обращаться в правоохранительные органы, о том, чтобы проверили деятельность именно той организации, которая ей дала займ. Ну, и естественно, к этой женщине будут тоже задаваться определенные вопросы, как так. Если даже факт мошенничества будет подтвержден, деньги женщине не вернут. Ведь, по сути дела, она сама пыталась обмануть государство и сама же пострадала от действий мошенников. Пенсионный фонд зарегистрировал факт того, что материнский капитал освоен, а законно или нет, это уже значения не имеет. Ведь она распорядилась сама, деньги отправят обратно в бюджет. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Следователи выясняют мотивы самоубийства молодой жительницы Абакана. Инцидент случился в селе Весеннее у Стебаканского района, куда 22-летняя женщина приехала проведать своих родителей. Как они позже рассказали, ничего не предвещало беды. Дочь незаметно от них взяла ружьё и на улице за домом разрядила 16-й калибр себе в подвородок. Кому принадлежит оружие, ещё предстоит выяснить. Однако главная задача сегодня – узнать причины поступка. Самоубийца хоть и оставила предсмертное письмо на пяти листах, вопросов меньше не стало. Ранее девушка неоднократно пыталась покоить жизнь самоубийством. На руке у женщины имеются рубцы и шрамы. На учёте у врачей-нарколога-психиатра она не состояла, спиртными запитками не утлоупотребляла. В записке женщина попрощалась со своими родными и близкими, просила распорядиться её имуществом. Каких-либо точных причин совершённой её поступкой она не написала. Презультатом проверки будет принято процессуальное решение. В Республиканском доме-интернате для детей-инвалидов «Теремок» появились современные аппараты для физиолечения. Их привезла член Совета Федерации от Хакассии Валентина Петренко. С помощью таких аппаратов у детей-инвалидов быстрее протекает реабилитация после сложных курсов лечения. На встрече с коллективом «Теремка» Валентина Петренко также обсудила проблемы существования центра, которые возникли после разделения Единого федерального Минздрав соцразвития на два отдельных ведомства. Каков размер финансирования, сколько и каких специалистов должно быть в учреждениях, даже в таких повседневных вопросах работы с детьми-инвалидами у разных ведомств нет единодушия. Этот весь круг вопросов, он сегодня в поле зрения моём и моих коллег. И я думаю, что то законодательство, которое в ближайшее время поэтапно начинает выходить по вопросам сиротства, детей-инвалидов и так далее, вот эти нюансы, они будут как раз, эти пробелы, которые получились, они будут расшиваться. Хакасию с рабочей поездкой посетил и депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов. Сегодня на пресс-конференции он подвёл итоги своего визита. Сергей Обухов одобрил деятельность местных однопартийцев. Он заявил, что фракция КПРФ в Госдуме поддержит законодательную инициативу парламентариев из Хакасии о регулировании тарифов на уголь для населения по аналогии с тарифами на электроэнергию. На пресс-конференции зашла речь и о предстоящих в республике 8 сентября выборах. В Москве решили, что партийный список в республиканский парламент возглавит Владимир Керженцев. Президиум Центрального комитета 22 апреля утвердил соответствующие кадровые предложения республиканского комитета. Мы считаем, что есть очень хорошие шансы на успешные выступления на выборах республиканского отделения. На всех уровнях выборов. Мы ориентировали республиканское отделение на обязательное участие в выборах главы республики. Я так понимаю, что в ближайшее время будут внутрипартийные выборы и выдвижения проведены. И республиканское отделение определится по этому вопросу. Абакан готовится к строительству нового жилого района. Он разместится на пустыре в стороне от улицы Некрасова. Но прежде чем приступить к строительству, нужно проложить инженерные коммуникации. Этим сейчас и занимаются специалисты. Рядом работают и дорожники. Они расширяют очередной участок проезжей части. За работами наблюдали Наталья Гармашова и Дмитрий Парахин. Сегодня почти 400-метровый участок улицы Некрасова в границах Кирова-Тельмана превратился в стройплощадку. Автобусная остановка выглядит заброшенным островком. Между тем, уже за лето этот отрезок проезжей части подгонят по ширине к уже реконструированному в прошлом году участку Некрасова между Чертогашево-Кирово. Дорога здесь станет восьмиполосной, шириной в 30 метров. Очень удобно ездить. Уже сделали было две полосы, сейчас четыре полосы. Очень удобно ездить. И дорога гладенькая, чистенькая всегда. Очень нравится. Это вот на повороте очень удобно. То есть, наверное, на поляне вот здесь выезжаешь, там машина, разъезд. Но расширять нужно машин в городе немного. Здесь очень оживленный участок дороги, намного комфортнее стало. Ездить только надо до конца, до самого, то есть до Крылова расширить, тогда пропускная опасность будет больше. Пока частично уложен первый слой асфальта. Осталось еще два. Позже, уже летом, рядом с проезжей частью проложат тротуар. С облагораживанием территории пока придется повременить, не хватает денег. В этом году на реконструкцию участка Некрасова выделено 22 миллиона рублей. Все средства из городского бюджета. В то время, как в прошлом году финансовую поддержку оказывала и республика. От Тельмана до Торосова, да, это у нас, ну, в планах. Правда, насколько это планы продлятся. В первую очередь нам хотя бы сделать расширение до Крылова. Сейчас реконструкция дороги временно приостановлена. Водоканал меняет ветхие. Остальные трубы, которым не меньше 30 лет, на современные полиэтиленовые. Для Абакана эта технология опробованная. По ней работают около пяти последних лет. Во-первых, надежность водоснабжения, безаварийность водоснабжения, качество воды потребителям выше, чем по старым стальным трубам. Дальше идут площадки под застройку. Они в том числе и будут закольцованы этим водопроводом. Протяженность ремонтируемого участка водопровода почти 400 метров. Работы будут вестись около двух недель. Все это время холодная вода в близлежащих домах не пропадет. А вот задача тепловых сетей – приложить совершенно новые коммуникации. Тепловая трасса под землей будет пересекать улицу Некрасова, пройдет по этому пустырю, где разместится новый жилой второй район и соединит так называемые Ташибинские дачи и улицу Ерыгина. Если провести тепловую сеть удастся за этот год, то уже в следующем в новом районе будут продавать участки под застройки. В будущем здесь вырастут многоэтажные дома, появится детский сад, школа и спортобъект. А по соседству вот здесь разместится торгово-развлекательный центр. Его проектирование уже ведется. С 1 июля изменятся правила убоя сельхозживотных, мясо которых предназначено для продажи. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал глава управления Россельхознадзора Республики Сергей Машуков. Изменения связаны со вступлением России в ВТО. С 1 июля производить убой скота для продажи можно будет только на специально оборудованных площадках, которые должны отвечать определенным санитарным нормам. Только в этом случае ветеринар имеет право выписывать справку и мясо попадет на прилавок магазина или рынка. В документе также затронута тема гуманности. То есть животное должно умереть мгновенно, а до этого не испытывать страха. Новые правила коснутся в первую очередь простых сельчан, для которых продажа мяса – основной источник дохода. На сегодняшний день в республике есть всего 15 оборудованных скотобоин, и они находятся в частных руках. Специалисты Россельхознадзора неоднократно направляли письма главам муниципальных образований с просьбой оборудовать бойни. Но пока ни одной общедоступной для народа площадки в Хакасии нет. 1 июля никого еще не страшит тем, что у нас не начинается забой 1 июля. Забой начинается во второй половине августа, потому что сельчанам нужно везти детей в школу. Самое дешевое – от 850 тысяч, то есть это передвижной, будем говорить, большой вагон, который можно таскать за транспортом с очень хорошей производительностью. 5 голов крупнорогатого скота за час – это очень. И с полной утилизацией, соответственно, всех продуктов биологических откоров. Все равно, я думаю, к этому мы будем готовы. В Хакасии на сегодняшний день нет ни одного действующего лесного пожара. На фоне соседних регионов, где огонь уничтожил уже не одну сотню гектаров насаждений, наша республика выглядит вполне благополучно. Сезон возгораний начался позже обычного. Лесникам на руку сыграла погода. Да и сейчас количество возгораний в лесу значительно меньше прошлогодних показателей. 39 против 70 в 2012. В этом году в лесах Хакасии патрулирует малая авиация. Этот способ мониторинга наиболее эффективный и целесообразный. На авиационные работы выделено в виде субвенции с федерального бюджета почти 5 миллионов рублей. Пока вертолет был задействован лишь один раз – 4 мая, когда ситуация с лесными пожарами в республике осложнилась. На данный момент необходимости в использовании авиатехники нет. На сегодня это все. Напомню, все новости вы также можете узнавать на нашем сайте. Приятного вечера и до встречи завтра.